Сегодня сборная России должна окончательно закрепить за собой путевку на Евро-2020. Это будет довольно оригинальный турнир, который придет в разных странах. Финальная часть пройдет в Англии, часть пройдет в Россию, в Санкт-Петербурге. В общем, на самом деле это довольно интересное мероприятие. И я, честно говоря, немного шокирован тем, что зачем-то предпринята целая компания, в которой при этом участие мои хорошие друзья. Я их совершенно не упрекаю, просто не удивляет сам факт этой компании, о чем говорит наличие одинаковых хэштегов, что нужно каким-то образом призывать публику на матч на этот стадион. Друзья мои, я вас тоже призываю, хотя бы никто об этом не просил. Я, конечно, уже решила свои вопросы, но, видимо, кто-то нервничает от того, что в будний день, в поздний вечер, в холодный вечер лужники окажутся незаполненными. И, конечно, понимаю, чем я рискую, потому что из лужников часто подолгу не выпускают. И, наверное, заполнены лужники сами по себе стресс для очень многих городских служб. Но, тем не менее, пожалуйста, вы действительно приходите, поддержите сборную России, потому что вот тот самый случай, когда действительно сборную не выбирают. Она может играть хорошо, может играть плохо, но сейчас она стоит накануне важного свершения. И вы знаете, это еще как в день рождения, хотя в нем все знают, и, может быть, даже он уже и не круглая дата, но хотелось бы, чтобы пришли все близкие. Вот так же точно и здесь. Пускай сборная России встретит, собственно говоря, свой успех, оформленный успех в компании тех людей, которые будут действительно рады. Я еще вас в этом потому прошу, что сам я на матч не пойду. Я как-то вообще потерял интерес к тому, чтобы ходить на футбол. Так получилось, что вот в этом году, наверное, все это и было два раза. Почему один из них в Краснодаре. В общем, как-то глупо приехать в Краснодар в футбольный день и даже не пойти на футбол. Поэтому, ну вот так уж, пожалуйста, помогите мне, поддержите меня тоже. И вместо меня, может быть, даже вдвоем, как вместо меня-то еще, сходите, пожалуйста, на этот матч и поддержите сборную России. Что же касается разговора по существу, я тут на этой неделе, в честь 20-летия своей конференции в интернете, где я отвечал на вопросы всех желающих того болельщиков, она в разных местах гнездилась, больше всего времени на Спортсру, а началась когда-то на газете Ру за пару дней до того самого матча Россия-Украина. Так вот, я отвечал на вопросы и почему-то убедился в том, что у сборной есть несколько очень интересных популярных героев. Ну вот Соболев, например, понимаете, его пригласили только, и уже гигантское количество вопросов. Почему, как, какое у него будущее, есть ли у него будущее, вытеснил он этих, вытеснил ли он тех. Друзья мои, все это довольно вторичные вопросы. Честно говоря, у Соболева, по-моему, прекрасное будущее сборной России. И оно уже не зависит от Станислава Черчесова. В конце концов, он, видимо, дорабатывает последний год. В национальной команде он уже не особенно берет в нее новичков. Это несущественно. Важно, что он здесь тоже есть. Возьмем вопросы с другой кучки. Вот Андрей Лунев действительно проводит сейчас не самое удачное время. Я так просто думаю, что он сейчас сборной лишний. Но это не мне решать. Он там. И он тоже прошел этот отборочный цикл вместе с командой. В общем, короче говоря, вот эта команда в этом виде точно доживет до Евро. В нее вольются, я думаю, 2-3 человека максимум. Если только они очень круто проявят себя на завершающих стадиях чемпионата России. И, может быть, в Еврокубках. Я уже не верю ни в какой успех в Еврокубках. Может, именно поэтому она особенно нуждается в вашей поддержке. И в моей поддержке тоже. Но она останется у меня дома на диване. И последнее, что я хочу сказать о сборной. Дело в том, что я не считаю большим успехом именно выход на Евро. Я в нем, признаться, не особенно сомневался. У нас такая группа, что не выход на Евро был бы катастрофой. А выход – это нормальный результат. Другое дело, что сборная добилась этого очень и очень уверенно. Мне лично кажется, что по ситуации, как она сейчас складывается, я об этом говорю уже не в первый раз, наша сборная могла бороться за первое место в группе. И для этого необходимо выиграть дома у сборной Бельгии. Собрав, собственно говоря, остальные матчи в свою копилку. Вот игра с Бельгией, мне кажется, очень интересной. Потому что не потому, что нужно первое место. Не потому, что я хочу поставить перед сборной нереальную задачу. А потому, что именно матчи вот с такими командами нам пока все еще не удаются. И это очень важный шанс понять, можем ли мы дать бой сборной Бельгии, команде мирового класса, придет он на победу на любую турнире, в том числе на Евро-2020. И как мы будем в этом выглядеть. Поэтому я бы хотел, чтобы такая идеология вызова существовала. И за этим я хотел бы проследить. Друзья, покупки за границей давно стали обычным делом в нашей жизни. Часто хочется заказать что-нибудь недорогое из Китая. Но качество порой хромает. Я бы сказал, бывает нестабильно. Ну а если заказать брендовую вещь, то велик риск в отделке. То ли дело в США и Европе. Большой выбор разных товаров. Но вот, с другой стороны, проблема с доставкой. К сожалению, большие западные компании чаще всего не занимаются доставкой товаров на иностранные адреса. Поэтому приходится самому на месте искать компанию-доставщика, mail forwarder, если хотите, для того, чтобы забрать вещь в магазине и доставить вам домой. Сервис Бандеролька делает это уже почти 10 лет. Это является одной из ведущих компаний на этом непростом рынке. Это позволяет вам, во-первых, здорово сэкономить. Потому что, например, в США многие товары стоят значительно дешевле, существенно дешевле. Ну и, во-вторых, можно найти по-настоящему уникальные вещи. Например, ретро-футболку Барселоны 1974 года. Ну или что-нибудь поближе, например, мадридского Реала. Бандеролька – это не только огромный склад и выверенная логистика. Это еще и собственные специально придуманные IT-решения. Например, удобная инфраструктура сервиса. От сайта и приложений до системы складского учета. Есть услуга помощь при покупке. Если у вас возникают трудности с выбором товара или просто нет желания этим заниматься, вы можете попросить сотрудника. Ну и, наконец, вы можете застраховать покупку. И самое главное – посылки обязательно переупаковываются в прочные коробки или специальные пакеты для международных перевозок. Кстати, вот наши друзья из Бандерольки прислали мне вот эту вот коробку, чтобы продемонстрировать надежность упаковки. И сказали, что там внутри меня ждет сюрприз. Ну, раз так, то сами виноваты. Я не удержался, я открыл ее. Там было много всего. Я не скажу. Пусть это останется сюрпризом. Можете погодать в комментах, но, в конце концов, здесь вот уже на дне... Конфеты. Так приятно. Вы знаете, я собирался угостить сотрудников программы «Футбольный клуб», но сегодня моя команда выиграла очень важный матч и, пожалуй, я припасую это для Эдиси. Доверь свои онлайн-покупки ребятам из Бандерольки. Это самый надежный способ доставки ваших приобретений из США и Европы. Ссылка в описании. А вообще, Евро 2020 серьезно занимает мой ум, признаюсь я вам. Наверное, именно этот турнир действительно уже по факту станет последним для большого поколения звезд, которыми мы прожили 8, 9, а то и 10 лет. Для Азара, для Криштиану, для Месси, хотя он останется за кадром в данном случае. Это, наверное, последний турнир, который разыгрывается на фоне их поздней зрелости. Я вот смотрю на сборную Германии, где в очередной раз подсапались два вратаря. Сейчас их зовут Нойер и Торштеген. Я помню, что было детство мое, 86-й год, Мексика. Многие из вас еще не родились к этому времени. И там, представляете, первый матч. Один вратарь, Харальд Шумахер, суперзавезда, и вратарь Улли Штайн, тоже потрясающий совершенно парень. Это было две разные школы такие, две полемизирующие международные школы в Германии. И вот Улли Штайн, которого опять не выбрали первым вратарем сборной Германии, на первой игре в Вестинге на чемпионате мира, просто разделся до пояса и лег загорать. Представляете? Он, в общем, мог солнечный удар получить совершенно спокойно, а был в запасе своей команды, заявленный. Его выгнали к чертовой матери. И сборной, и вот так закончился этот конфликт. Потом в сборной Германии долгое время существовали два других вратаря. Оливер Канн и Йенс Лемонн. Оба молодцы. Ну, Йенс Лемонн считался почему-то провинциалом. Канн играл за Баварию, был такой столичной штучкой. Второй раз уже по-взрослянке выбрали Лемона, а не Канна. И вот все ждали, когда же стоит взрыв. Канн же был очень непростой чувак. И вот как раз последний матч, вернее, не последний матч, а четверть в финал. Сборная Германии бьет пенальти в четверть в финале. И к Йенсу Лемонну подходит Оливер Канн и что-то улыбаясь говорит, хлопает по плечу и говорит. Ну, что-то, видимо, поддерживает его. Ох, как тут все, собственно говоря, обомлели. Ну, вы понимаете, мои эмоции, когда я человек уже не юный, доходит дело, наконец, до кошачьей свары между Нойером и Терстегеном в сборной Германии. Я просто дико интересуюсь, чем же все это должно закончиться. Терстеген сильнее, Нойер, мастите. И чем это объединется в чемпионату Руба, поди сейчас знай. И тоже это говорит о том, что эпоха заканчивается. Эпоха Лева в сборной заканчивается. Вратари, чтобы их конфликт достигал такого уровня интереса и вообще такого градуса напряженности, они оба должны быть уже очень и очень взрослыми. Короче говоря, уходит эпоха. А начинается какая? Я вот очень надеюсь, что на Евро, вы знаете, встретятся сборные России и Украины. Только вы запомните, что я это сейчас говорю. Вот именно сейчас, в октябре, а не когда-нибудь потом еще. Потому что, по-моему, сейчас как никогда очень близко к тому, чтобы наши народы наконец помирились. И закончилось это дурацкое, братоубийство, дурацкое плохое слово, просто братоубийство, скверное, чудовищная война. Я почему-то верю в то, что футбол способен на этой ситуации разрыть и окончательно примирить. Потому что, конечно, на Евро никто не будет разводить страны в разные стороны. Уж если встретиться, особенно в плей-офф, тогда уж точно эта встреча произойдет. И тогда, как это мотивация, все страшно серьезно. И, разумеется, ничего в этом случае не произойдет. И, разумеется, тогда все поймут, что, собственно, даже вот в этой ситуации, ситуации большого эмоционального накала, вполне можно играть в футбол и находить общий язык. Тем более, что в других видах спорта, а не в футбольных, наша сборная постоянно соперничает друг с другом в борьбе. Борцы вообще обнимаются после каждой схватки. Это все возможно. В этом смысле спорт может сыграть свою значимую роль. Хотя политики, конечно же, все могут, как всегда, испортить. Я знаю, что многие из вас упрекают меня в том, что я постоянно приплетаю политику и что-то там еще к футбольной истории. Друзья мои, дело в том, что для меня футбол — это не эскейп, это не уход от проблем и не избегновение каких-то злободневных проблем. Для меня футбол — такая же часть жизни, как и все остальное. Поэтому, извините, я в футбольном контексте могу с одинаковым успехом или с одинаковым провалом вспомнить, что про Сальвадора Дали, что про президента какой-нибудь соседней страны. Но все эти надежды датированы сегодняшним днем. До лета, когда эта встреча состоится или не состоится, все еще можно тысячу раз испортить. Вчера стукнуло 20 лет знаменитому Лужниковскому матчу «Россия-Украина», когда сборная России сыграла в ничью и тем самым проиграла отборочный турнир. Програла она его на самом деле раньше. Я тоже помню этот день, прекрасно помню, где я находился и что я делал. 99-й год, 20 лет назад, для меня это был очень непростой год, потому что меня отстранили от эфира на НТВ. Меня выгнали из программы «Футбольный клуб». Собственно говоря, тогда это означало лишение профессии, потому что не было интернета в его нынешнем виде. И, собственно говоря, практически нечем было заниматься. В этом отстранении тогда сыграл огромную роль конфликт с главным тренером сборной Олегом Романцевым. Сейчас не имеет смысла вспоминать все перипетии этого дела, но, короче говоря, я пережил довольно сложный этап. Я, честно говоря, ненавидел сборную России под руководством Романцева и говорил себе, что я не имею на это никакого права, я должен побеждать себе это чувство и все равно за нее болеть. Было два преломных момента, которые позволили мне навсегда пережить этот индивидуалистический комплекс. Во-первых, когда сборная играла с французами в июне, когда она победила на Парк-де-Пренс, я чувствовал, что мне сложно болеть о сборной России. Поломался Александр Мостовой. Это потом уже я знал, что Мостовой, выдающийся игрок и отнюдь не трус, иногда все-таки менжевал. И тогда, что называется, взял травму. Это случилось не в первый и не в последний раз. Ну, не захотел человек позориться, понимаете? И вышел Дмитрий Хохлов, за который я болел всю жизнь, который мой ближайший друг все это время. Я, кстати, абсолютно уверен в том, что эпизод с Динамо останется эпизодом в его карьере, и мы еще узнаем Хохлова, настоящего большого тренера. Но не об этом сейчас. Именно этот момент, когда на поле вышел мой друг, позволил мне снова ощутить эту нормальную, хорошую человеческую баллическую эмоцию. Ну и, конечно, осенью, когда мы играли с Украиной, все это уже получило окончательное оформление. Эта игра уникальна была отнюдь не тем, что мы играли с Украиной. Эта игра была уникальна тем, что сборная России потерпела три поражения подряд на старте отборочных турниров. Все уши далеко вперед. И после этого только победы давали, ну, некоторую надежду на то, что, может быть, удастся вернуться в борьбу. И сборная России побеждала и побеждала, побеждала и побеждала. И все думали, что вот во Франции это прикатится, в Париже. Ну, как мы чемпионов мира обыграем год спустя после их победы? Как мы их обыграем у них на собственном стадионе, на Стадо де Франц, через год после их победы? А мы взяли и их обыграли. Потом, после этой победы, безусловно, еще и пьяный такой настоящий побед, в день рождения Пушкина, кстати говоря, в юбилей, нужно было как-то дома собраться и обыграть исландцев. И их тоже обыграли. И вот тогда, через лето, уже начала маячить Украина. Здесь, в Москве, принципиальная игра. И было понятно, что и нам нужно, и им. И вот на этом, вот на этом пике, действительно, пике ожиданий, пике снова обретенной веры в себя у всех болельщиков, а у меня в особенности, в своей собственной индивидуальной истории, вот так вы подходили к этой самой игре с Украиной. А не только потому, что именно с Украиной. Это было очень важно. Это была перчинка в этом общем аромате блюда. Как бы вам еще описать то уникальное настроение октябрьского вечера накануне игры с Украиной. Но всем понятно, что равные, в общем-то, соперники. И что борьба будет в боевой матче. Так вы знаете, линия букмекеров и марафона, в частности, марафон уже тогда существовал. Уже тогда многие предпочитали ставить именно в нем. У марафона тоже обрушилась линия. И на виду России было что-то вроде 1,6, понимаете. Хотя это совершенно не соответствовало шансам. Но все же ставили, все же грузили. Вот какие были времена. Я, конечно, помню эту игру в подробностях. Но, кстати, вот то, что сейчас именно ее вспоминают все, и именно она создает такую вот могучую волну воспоминаний в прессе практически всех. Но, среди прочего, это говорит еще о том, друзья мои, что фактически журналистика немножечко постарела, немножечко повзрослела. Потому что где-то было 20 лет назад. У футбола уже выросла совершенно новая аудитория. Мне ли, в конце концов, этого не знать. Тогда, в 90-е, собственно говоря, именно ориентируясь на новую аудиторию и принеся с собой ее голос, и ее интересы, и ее чаяния, ее сравнение, собственно говоря, футбольный клуб и поднялся. Поэтому я еще вспоминаю ту самую игру. Потому что, когда Филимонов уронил мяч в ворота, я подумал, боже мой, вот это и есть тот самый случай, когда комментатор должен успеть это понять и сказать, еб твою мать, на всю страну. Это единственный случай, когда это оправдано. Но только осознанно, только понимая, что это тебя накажут, скорее всего, выгнется за эфир на некоторое время. Возможно, ты станешь на сценарем героем, возможно, нет. Но вот ничего другого в этот момент сказать было бы нельзя. Прошло 20 лет, я до сих пор так думаю. Пожалуй, это были бы единственные матерные слова, которые имели все шансы быть отпечатанными на скрижарях, и отлитыми в граните. Впрочем, этой фразе значительно меньше лет. Об этой игре и об этом поражении, поражении со счетом 1-1, и сейчас говорят очень много разного судьбоносного. Действительно, эта игра перевернула многое. Говорят, что эта сборная была сильнейшей в истории современной России. Вы знаете, это, скорее всего, неправда. Потому что так часто говорят именно в случае поражения. Так говорят, например, о сильнейшей сборной СССР последнего времени существования этой страны, когда в 86-м году она вылетела в плей-офф чемпионата мира. Но она через два года дошла до финала чемпионата Европы. До финала Европы, который состоял из восьми команд всего-навсего тогда. Кстати, что это была за суперэлита. А сейчас та сборная, в общем, больше ничего не добилась. Дело в том, что это был последний. Последняя такая волна действительно выдающегося поколения, которая пропала и потерялась. Дальше она уже в качестве поколения не существовала. Могла ли та сборная, попав на Евро, выиграть этот самый турнир? Как говорят сейчас некоторые и очень даже многие. Вы знаете, во-первых, тогда она еще должна была сыграть в квалификационных матчах. В так называемых стыках. Со Словенией, скорее всего. Ну, потому что Украина попала же на Словению. Давайте сказать из-за того, что и Россия попала бы на Словению. Хотя сейчас мы должны допускать, что если бы Россия прошла Украину, возможно, и Словению бы тоже кто-нибудь тогда прошел. Давайте сказать из Словении. Знаете, вязкая команда. И Украине тоже казалось, что она уже в финале. Она потому и проиграла. И нам бы тоже так казалось. А вот в чем-то в чем? А в этом чувстве, уже сделанного дела до начала этого самого дела важного, вот в этом мы с украинцами и до сих пор братья. И братьями навсегда останемся. Вообще-то дурацкая песня, никогда мы не будем братьями, потому что братьями просто рождаешься, и дальше уже будешь или будешь, вне зависимости ни от чего. Именно поэтому самые страшные войны между братьями-то обычно и происходят, потому что ничего с этим поделать нельзя, понимаете? Только убив брата иногда можно решить эту самую проблему, не приведи бог. Так вот, как и Украина, сборная России, конечно, нашла бы кому проиграть, но дело даже не в этом. Дело в том, что сборная России уже тогда отставала от времени. Она ведь уже подала на ябро в 96-м, и это поколение было в цвете. И Романцев был во главе этой самой национальной команды, и он был на 4 года по отношению к 2000-му будущему тогда моложе, и не справился с этой задачей. А в чем было, собственно говоря, дело? Понимаете, мы тогда уже серьезно отставали в развитии, и Романцев, великий тренер, великий по взглядам, великий по методикам, по чему угодно, он уже не был современным человеком, понимаете? Он не умел готовить сборную к финальному турниру. Он абсолютно провалил эту подготовку в 96-м, в 2002-м тоже, и вы знаете, наверное, провел бы ее в 2000-м. Это, в общем-то, особый вид состязания, в котором уже тогда, соответствует некоторым новым взглядам и методикам, другие тренеры в других сборных преуспевали. Поэтому, если рассуждать здраво, то тогда, в 2000-м году, ну, наверное, у сборной России не было шансов пошуметь. Ну, может быть, шумнуть разок-другой были. Но вообще, это был выдающийся турнир, очень остросюжетный. Там было много прекрасных команд, и там, в общем, победили очень сильные команды, с которыми нам было не равняться. Да, выиграла Франция, которую мы обыграли за год до того, но, вы знаете, это была совсем другая Франция. Она специально готовилась к этому евро, а годом раньше, в 99-м, и, конечно, французов прибили во многом потому, что они провели тяжелый сезон, и уже начались каникулы. Помните, там Юрия Джоркаева уносили с поля без сознания, а Юрий Джоркаев не зеленый пацан был. Видите, как я увлекаюсь, говоря о прошлом. Будете в моих годах, когда еще более-менее ясный ум, и уже есть что вспомнить, поймете меня уже не на словах. 2008 год, спустя 20 лет после 2008, совсем скоро. Но я хочу сейчас сказать о другом. У меня есть еще ведь и своя тема недели. Мы тут с Тиной Гивиевной Канделакей языками зацепились на днях. По моей, кстати говоря, инициативе. Так вот, обратили внимание, что у всех есть что вспомнить по поводу матча 20-летней давности Россия-Украина. А у Тины нет. А вспоминает она часто. Потому что ее тогда это совершенно не интересовало. А ей ведь, как и мне, уже к Полтосу, понимаете, мы ровесники. А ей нечего об этом вспомнить, потому что ее это тогда абсолютно не волновало. По клубам девушек танцевало, и хорошо, так и надо проводить молодость. Просто по-другому Тина можно проводить и зрелость. Смотри, мы оставили тебе канал, собрали вещи и ушли. И до чего ты его в конце концов довела? Где твоя компания «Апостол» мощная? Ты за миллиард ее продала? Куда она провалилась спустя год, после того, как ты перестала ею заниматься своими владельными друзьями? Она провалилась в старт-рорек, и все проваливается, к чему ты прикасаешься. И вот уже и канал, который мы создавали с товарищами, которым потом присоединились наши коллеги с российского канала, и все это объединилось в одно, вот и он уже к этому близок. Да ушло. Посмотри, они все удачливы, счастливы, только ты одна там все еще сидишь. Давно уже ничем не занимаешься, ничего у тебя нет, кроме визитной карточки и права подписывать счета не более чем на 100 тысяч рублей. И только один подчиненный, и тот секретарь. И в Ютубе ты пробовал начать проект, и нихрена у тебя не получилось. И ничего уже не получится, Тина, потому что посмотреть на себя стоит не в зеркало в качалке, а стоит на себя стоит в зеркало дома вечером, когда ты смываешь лица свой макияж. Ничего ты не умела и ничего не умеешь до сих пор. Лучшие от тебя разбежались, уже не работать, уже просто соседствовать с тобой, и то за шквар. А те, кто остался, остался из лучших. Те необихоженные сидят без интересных проектов, недоцелованные Тиной сидят у тебя комментаторы. Даже в этом мне приходится тебе помогать. Два слова о творческих планах. Вы знаете, он свел знакомство с одним парнем, который баламутит уже второй год всю страну, своим телеграм-каналом, теперь еще и Ютуб завел, потому что он деанонимизировался. Александр Горбунов, вы знаете, как Сталин Гулаг. Классный Ютуб-канал. Вы знаете, мы на днях с ним едем по Москве кататься на инвалидных колясках. Меня приглашают в такую компанию, понимаете, я этим горжусь. Тина, а тебя тебя никогда не позовут, поэтому вот тебе мой маленький совет. Я кольцевую композицию сделаю в своем выпуске. Тина, сегодня сборная России играет. Собери-ка свои модные манатки, прикрой ими свою красивую попку и тащи ее в лужники. Поболей хоть раз нормально. То, чего ты не знаешь, испытай, наконец, это чувство. Объединись с людьми в экстазе, ну хотя бы это. Ты хотя бы это изобразить сможешь. Не в джете с большим начальником, Тина, а так вот нормально, холодным октябрьским вечером на стадионе со всеми. Ну поболей хоть раз, сорви голос, тем более, что больше всего его и как особенно использовать-то не приходится. Поболей, Тина, а мы посмотрим. Хоть селфи нормальное сделаешь для Инстаграма. Может, поцелуй воздушно на прощание? Нет, оставлю коллегам. Пока. Футбольный клуб Футбольный клуб Субтитры подогнал «Симон»